Сегодня же мы прогуляемся по традиционным пекинским улицам Хутунам. Пекин привлекает миллионы туристов как со всего Китая, так и со всего мира. Гости столицы остаются под глубочайшим впечатлением от Великой Китайской Стены и площади Тенанмен. Но кроме них, в городе есть еще одна достопримечательность, которая тесно связана с жизнью пекинцев. Речь идет о хутунах. Слово «хутун» пришло в китайский язык из монгольского. Насловно с монгольского «хутун» означает «колодец». В 1267 году внук Чингисхана Хан Хубилай, провевший династию Юань, построил свою столицу на месте нынешнего Пекина и назвал ее «Даду». С тех пор в Пекине появились поселения Сыхаюани. Крупные и мелкие Сыхаюани застраивались, плотно примыкая друг к другу, а проходы между этими четырехугольными жилыми дворами с тех пор и стали именоваться хутунами. Проходя по этим узеньким переулкам, вы словно погружаетесь в атмосферу старого Пекина. По обеим сторонам хутунов расположены бесчисленные кварталы Сыхаюани с красивыми и парными каменными барельефами. Тонкость и изящество архитектурных деталей – это то, что ни в коем случае нельзя пропустить, совершая экскурсию по пекинским закоулкам. Пожалуй, эти древние ворота, храняющие древнюю память о прошлом, можно сравнить с седовласыми старцами, спокойно наблюдающими за течением истории. В Пекине бытует поговорка – знаменитых хутунов столицы 3600, а безвестных еще больше. Так сколько же всего в китайской столице этих старинных переулков? На этот вопрос, пожалуй, даже смогут дать вам точный ответ. Хотя по внешним признакам многие хутуны очень похожи друг на друга, но если вы постараетесь и прогуляетесь по нескольким из них, а также поболтаете с местными старожилами, вы заметите, что у каждого такого околотка своей истории, свои особенности. Например, на западе Пекина есть хутун, который называется хутуном девяти дуг. Такое название этот маленький закоулок получил за счет расположенных на нем девяти поворотов. Или, например, хутун Яньдайсэдзэ, что в переводе на русский означает «кривая улочка Чубука». И все потому, что в прошлые времена здесь продавали трубки для курения. Самым старым хутуном в Пекине считается хутун Чжуэнтха, история которого насчитывает более 900 лет. В хутуне Тунзяо Миньсян в период с 1912 по 1949 годы располагался посольский квартал. Длина этого переулка составляет 3 километра. Это самый длинный хутун в Пекине. Длина самого короткого хутуна с названием Ичидадзе составляет всего 25 с лишним метров. Самый узкий хутун Тяньши, протяженностью 55 метров, имеет среднюю ширину 70 сантиметров, а его ширина в самом узком месте составляет всего 40 сантиметров. Самым же широким считается хутун Линьцзэнь, самое широкое место которого составляет 32 метра. Район Джунгулоу находится на севере второго кольца Пекина. Во времена монгольской династии Юань он являлся самым центром древней столицы. Здесь, в окрестностях колокольной и барабанной башен, расположено множество хутунов, которые были построены во времена династий Юань, Минь и Цинь. Именно эти хутуны можно назвать самыми древними и колоритными в Пекине. Но самые знаменитые переулки расположены в районе Шичахай. Шичахайский район хутунов состоит из 15 больших и маленьких переулков. На одних из них по-прежнему живут обычные люди, а на других находятся бары и магазинчики. Здесь, прогуливаясь по этим тихим уголкам шумных улиц, вы можете познакомиться с жизнью старого Пекина. Ну или пригласить нескольких друзей в какой-нибудь бар на Хоу Хае и расслабиться как следует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok